Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM и даже господин Песков сравнивает это с такой же большой победой. А вы что думаете по этому поводу? Мы говорим о чемпионате мира и о победе российской сборной вчера над сборной Испании. И выходом в четверть. В одну восьмую финала. В одну восьмую вы вошли? Нет, в одну четвёртую. В одну четвёртую. Видите, вы больше болельщик, чем я, так? Во-первых, вопрос был газете «Индепендент». Мы понимаем, что против нас ведётся и велась. То есть мы не должны быть наивными. Люди во всём мире существуют. Но я не называю это войны. Их там условно-информационная война, экономическая война. Это конкуренция, о которой говорил. Вот мы забыли старый апостолорт, чем была идеологическая система Советского Союза сильнее. У нас, конечно, были недостатки огромные. Но и что было сильно? Это мы экономически были, знаете, в теории, были подкованы. Это, во-первых, то, что создали Маркс, потом Ленин, философию. Подождите, вы к чему сейчас помните? Я о чемпионате мира говорю. Я к чему? Мы живём в мире конкуренции. Экономика, она находится и идеология. В том числе, это конкуренция. То есть мы убрали коммунистическую идеологию, да? Но свою идеологию новую не создали. Вот сейчас победа нашей сборной в одной восьмой финала и выход в одну четвёртую говорит о том, что у нас идеология и идеологическая работа снова на уровне. И это помогло нашей сборной выиграть. Я считаю, что я разбираюсь в футболе. Но на обычном уровне любительском, но я понимаю в футболе, нам повезло. Давайте говорить откровенно. Команда у нас средняя, тренер неплохой. То есть тактику выбрала огромную. То есть я поддерживаю слова экспертов, которые говорят, ну, мы выбрали правильную тактику. Но будь более удачливы испанцы, им просто не повезло. Вот понимаете, вот я вижу, в футболе, особенно в чемпионате мира, все с отдачей борются. А кому-то везёт, кому-то не везёт. Так, значит, победа нашей сборной – это непродуманная работа нашего тренерского состава и не духоподъёмная идеологическая направляющая, которая в последние годы присутствовала везде. Там пропаганда по телевидению, фильмы, которые говорят о победах нашего спорта и победах в космосе, что было в Советском Союзе, а просто чистое везение. Ну, я хочу сказать, что в данном случае, конечно, во-первых, помогло количество болельщиков. Когда на домашнем мундиале, на домашнем чемпионате мира тебя колоссальное количество поддерживает. Я верю в энергетику. Люди, вот они рядом, на стадионе, такое большое количество. На самом деле психология – это очень важная вещь. И многие там, знаете, вот как мантру, а я верю в то, что вот человеческая мысль, она работает как прагмантирующий такой определенный элемент. И когда из 80 тысяч, которые присутствуют в стадионе, там 70 тысяч болеют за тебя и желают победы, то есть вот эта ментальная сила, она воздействует. Нам было легче. Владимир Вениаминович, вы же понимаете, что я задаю вопрос не с тем, чтобы мы с вами обсудили тактику и качество российской сборной, а с тем, чтобы оценить, во-первых, важность и действительно оправданность этого чемпионата мира, который вызывал столько критики. Достаточно вспомнить, сколько было сведений о распилах, об откатах и о неправильно использованных средствах на стадионы. Но и что это еще нам дает? То есть вот этот чемпионат мира и эта победа? С этой точки зрения. Ну, во-первых, конечно, в чемпионат мира и строительство этих 11 стадионов, мы должны смотреть на мир, что там есть и черное, и белое. Но мы должны критически относиться к белому и к черному. Я хочу сказать, что это великое дело, мы построили 11 стадионов прекрасных, но у меня критическое отношение к уровню футбола в России вообще, к РФПЛ, к уровню игроков наших. Ну, молодцы. Вы знаете, вот складывается. Мы русские умеем собираться. В данной ситуации мы собрались. Но я хочу сказать, что повезло в этот раз, в этом матче. Кто смотрел игру, ну, смотрите, когда ушел Дзюба, мы даже не могли перейти толком на другую территорию. Территорию, понимаете, да? Уровень футболистов испанских, он, ну, это, я считаю, одна из лучших сборных. И она могла претендовать на выигрыш. Но, понимаете, вот жизнь и футбол, это еще какая-то сила, которая составляет, ну, его называют там богом футбольным и так далее. Он был не на стороне испанцев, не на стороне немцев. Тоже замечательная команда. Опять вы про удачу. Давайте мы все-таки про пользу или вред того, что происходит. Я хочу сказать, что к этому нужно относиться, к этой победе правильно. Нам повезло. Все, это мы поняли. Да, все. Не более того, и праздновать ее как, а вот как раз, вот, как сравнение того, что праздновать как победу. В 45-м году мы так-то положили 20 миллионов жизней, а то, говоря даже по некоторым данным, 30 миллионов. Вы считаете, не очень корректно это сравнение? Конечно, несравненно. Хорошо. Англичане, знаете, они нас задирают. Они нас просто задирают, к этому надо относиться правильно. Не объявлять англичан врагами. Они всегда подзуживали в 1812 и 1914 годах. Британская-то спорная есть на чемпионате? Конечно, есть. Она пока играет, но я хочу сказать, что они тоже футбол показывают. Классные игроки лучше наши, если брать каждого отдельно, технически, они стоят дороже. Но вот футбольной командой какой-то поразительной, по крайней мере, я считаю, я их бы ниже поставил. И испанцев, которые вылетели, и немцев, которые вылетели. Ладно, смотрите, но народ все-таки радовался. И радовался не только в Москве, где на протяжении всего этого времени, с момента старта чемпионата мира, просто народные гуляния и, наверное, Олимпиада 80, и Олимпиада молодежи и студентов, мы как бы вспоминаем все вместе взятое. Давно таких не было событий. В Кирове. В Кирове вчера после победы было очень много празднующих, и после этого в социальных сетях большое количество комментариев и постов, что, в отличие от других городов, не только в России, у нас не было организовано ни одной фан-зоны. И мы хотели обсудить с вами эту историю, но господин Шульгин Илья Вячеславович, сити-менеджер, нас с вами опередил. И сегодня на оперативке утренней уже дал распоряжение рассмотреть возможность создания фан-зон в Кирове. Вы с этой идеей согласны или против нее? Ну, я хочу сказать, что вот, например, ваше радио выступило одним из таких критиков городской власти, что, ребят, так-то чемпионат мира, и мы в нем вроде бы играем, и вы не организуетесь. То есть мы, как бы, знаете, чемпионат мира. Это не мы. Мы с критикой не выступали. Но в хорошем смысле. Это наши коллеги. Вот Лена Живолобова, главный редактор своего Кировска, написала большой пост. Я знаю, что Илья Вячеславович ее телеграм-канал читает. Потому что не знаю, на кого он отреагировал. Или сам отреагировал. Может быть, он болел. Я думаю, что Илья Вячеславович отреагировал сам. Мне вообще не нравится уровень наших чиновников от спорта. У нас провалы не только ведь здесь. Мы в прошлом году потеряли футбол. Так, погодите. Сначала. Вот то, что сказал Шульгин. Это хорошо или плохо? И надо ли организовывать? Это хорошо. Это шаг вперед. Но, значит, Илья Вячеславович готов шагать в будущее, в 21 век. А те спортивные чиновники, я считаю, и министр спорта правительства области, и глава департамента спорта, они, Сема Надежда Юрьевна, они ничего не делают. Просто, понимаете, они не развивают, они просто ничего не делают. Смотрят на все происходящее. Вместо того, чтобы они должны совершать действия. Вот последний министр... Правильно я вас понимаю, что господин Барминов, который является министром спорта, да, и не только в молодежной политике и прочее, он должен был подготовить лучше наш город к чемпионату мира. И когда я его критиковал, он хороший человек. Как он должен был подготовить наш город и область к чемпионату мира? Фан-зона должна появиться. Мало того, он не должен давать не перестать играть ни футбольному клубу «Родина», ни футбольному клубу «Динамо». Не может, не знает как, нечего соваться на этом. У нас есть футбольный клуб «Родина». Хоккейный клуб «Родина», футбольный клуб «Динамо». Последним министром, которого я поддерживаю, Слава Владислава, если вы слышите, Я хочу вам передать привет и сказать, что человек, который на своей, хотя она тоже критиковалась очень многими людьми, но она сделала столько за свои 4 или 5 лет, столько объектов, я их перечислю. У нас появился легкоатлетический манеж благодаря ей, бассейн в парке на Коневском, появился лыжный стадион, были деньги пробиты под трамплин, и все эти программы вот сейчас, они действуют, но это было заложено. И вот министр, который за ее время появился, дворец Иноборс, вот это 100%, вот ее заслуга и получение денег. Вот человек, вот 5 объектов, смотрите, министр у нас нынешний, он сначала был исполняющий обязанности, что произошло здесь? И я хочу сказать, что вся инициатива, она исходила из правительства области. На уровне города у нас недостаточно даже спортивной инфраструктуры. Мы два года назад, как депутаты, делали запрос в счетную палату, и счетная палата сказала, что у нас с учетом всех и частных школ, и всего у нас 30% всего лишь обеспеченность города спортивной инфраструктурой. То есть недоработка. А мы там, знаете, какую-то делаю популярность, что там значки ГТО, все как-то, знаете, вот так вот, ну немножко показушно. То есть вы считаете, что Барминов провалил подготовку к чемпионату мира с точки зрения, там, не знаю, зрелищности, что-то еще? А кто? Во всем мире, в России идет чемпионат мира, в других городах, там наших рядом соседей, Нижнем Новгороде, Казани, там, пусть Екатеринбурге, проводят игры. А мы, у нас даже стадион, даже футбольный клуб пропал. Мало того, наши соседи, например, пермики, они не получили право, хотя заявлялись на стадион такого же, на проведение чемпионата мира, но они получили, по-моему, там, 2 или 3 миллиарда, обновили свой стадион Амкар. Что вот сейчас Георгию Барминову делать после всего этого? Если не знают, как развивать спорт, не ищут выходы, ну, пока, наверное, честно взять и встать и уйти с этого поста. Ну, погодите, дайте шанс еще, пожалуйста. Можно воспользоваться как-то этой вот ситуацией с чемпионатом мира? Очевидно же, что отыгрывать эту историю будет еще долго правительство Российской Федерации. Ну, это понятно. Потому что уже сейчас можно сказать, что мы успешно провели в смысле своей игры чемпионат мира, да? Тут первая победа за сколько-сколько десятков лет. Вы знаете, я соглашусь, что у нас главная победа, так-то главная победа, это вот сам проведение чемпионата, действительно, атмосфера, территория, наша организация. Вот за что нам можно гордиться? А игра в футбольной сборной, ну, вот на везение. Кто понимает в футболе, я обсуждал с экспертами, бывшими игроками нашего футбольного клуба «Динамо», там, со многими увлекающимися, серьезно занимающимися футболом, все это понимают. Владимир Вианимович, сейчас у нас будет полминуты перерыва, я хочу просто, чтобы мы забили пару голов в этой теме, хотелось бы конкретных предложений. И по фан-зонам, и потом по тому, как отработать чемпионат мира на уровне области, если вы считаете, что мы его не отработали. Перерыв. Особое мнение на 101FM Выходим в эфир, продолжается программа «Особое мнение», сегодня свое особое мнение высказывает Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Итак, все-таки конкретные предложения. Мы начали с фан-зоны. Где тогда? Вы поддерживаете решение Шульгина создать фан-зоны? Конечно, полностью поддерживаю. Где, считаете, нужно их создать? Ну, это в каком-то месте, это может быть какая-то площадь у парка. Нет, конкретно, давайте. Ну, я бы на театральной площади сделал. На театральной площади. На театральной площади, конечно. Это лучшее место. Мало того, у нас здесь есть, кстати, вот того экрана, который у нас не было, Илья Вячеславович, который мы обсуждали с вами. Вы знаете, на 9 мая и на день города арендуем вот этот экран за большие деньги. Надо купить... Экран, который висит на ВУЗе, на нашем опорном. Да, здесь можно так использовать. И купить под это дело экран? Под создание фан-зоны? Ну, знаете, сколько заплатили за один день на 9 мая вот эту аренду экрана? 350 тысяч. А сколько стоит экран? Ну, миллион, примерно. То есть, организовать... Три дня и все. Организовать фан-зону и купить экран? Да. Да, хорошо. Так, теперь, как отыграть чемпионат мира с точки зрения реабилитации Георгия Бармину? Что вы думаете, он может сделать? Я хотел бы его дать ему самому шанс. Сам пускай придумывает. Я буду учить заставлять министра, но смешно. Сам пускай придумывает? Конечно. Давайте говоря, после чемпионата мира все забудется или правительство Российской Федерации воспользуется этой историей и начнет какие-то новые программы по развитию футбола и спорта? Я думаю, что федеральное правительство нам дает какие-то возможности. Но я хочу сказать, что правительство как области, так и города многими программами просто не пользуется. Понимаете? Правительство федеральное не может думать, что у нас происходит. Он не может прибирать наши улицы. Оно не может строить нам школы, детские сады. Мы должны сами инициировать процесс и, если необходимо, выходить с предложением, чтобы нам из федерального бюджета давались деньги. В области спорта на что нам нужно? Какими программами воспользуются? Что построить? Если брать футбол, нам нужен новый стадион «Динамо». Его нужно строить рядом с легкоатлетическим манежем. Там позволяют территории, и это в центре города. А что со старым делает стадионом «Динамо»? А вы в курсе, что у нас к 2024 году есть план развития? Вот этот старый стадион, его невозможно реконструировать. И самое главное, его не можно использовать как современный, потому что нет подъездных площадок и стоянок автомобилей транспорта. Сюда можно прийти только пешком. А есть программа такая, кстати, очень интересная. Вот снести этот полностью стадион «Динамо» и здесь сделать торговую площадь. Это так-то было раньше центральная площадь города Вятки. Как старинные Вятки, да. Да, и вот сразу вид на парк Александровский открывается, на монастырь Ноженский, на старое здание вот этой нашей городской думы. То есть под это дело, под удачно проведенный чемпионат мира, попросить денег на новый стадион «Динамо» и построить его около легкоатлетического манежа. Да, современный, с подъездами. Стадион снести и устроить большую торговую площадь. Ну это в программе, кстати, когда мне первый раз сказали, что снести стадион «Динамо», я сам на нем вырос, занимался вортом. Я, знаете, как бы сначала в негатив, а потом, когда мне показали проект вот этого нового стадиона, и то, как выглядит вот это на место стадиона «Динамо» торговая площадь, у нас вот исторический облик сразу заиграет. В архитектуре есть эти разработки, готовили как раз еще при господине Драном, которого все время грозились посадить, а потом подружились. Погодите, я никогда не подружился, мало того, я ему говорю, что водовод — это его затея. Так, подождите, водовод оставим. Все у вас предложение понятно. Напоминаю, что это особое мнение Владимира Шуравлева, депутата Кировской городской думы. Обсудите это, кстати, на Кировской городской думе. Мы это уже обсуждали. Вынесите это предложение вот сейчас, не по водоводу, а по стадиону. А это существует программа, которую мы еще приняли в 2013 году, она работает. Ну вот самое время поднять снова этот вопрос на городскую думу. Я уже говорил, Вячеслав, что нам уже на стадион согласились. Будете поднимать на городской думе этот вопрос? По стадиону? Да. А мы на прошлой как раз думе, я, Илья Вячеславович, задавал вопрос, и сказал, Илья Вячеславович, не забывайте, что у нас в программе есть вот этот пятитысячный стадион современный, стоимостью где-то от 500 миллионов, там, в зависимости от инфраструктуры до миллиардов. Вот и хорошая причина, хороший повод для депутатов городской думы самим найти эту программу и эти деньги. А я обязательно обещаю вам еще раз поднять, еще раз запомнить. Я так-то вопрос по футбольному клубу «Динамо» и по «Номо-стадиону» последние там два года я постоянно... Это правда. И даже в наших эфирах тоже. Да. Программа «Особое мнение». Ну вот смотрите, одновременно с этими замечательными победами идут ведь и другие грандиозные мероприятия, я бы так сказала, в нашей стране. Одно из этих мероприятий называется пенсионная реформа. Дьявольская реформа, как ее обозначил господин Костин, представитель ЛДПР в нашем областном законодательном собрании. А вы каким емким выражением могли бы обозначить обсуждаемую или даже принимаемую в стране пенсионную реформу? Ну я, наверное, словами никакими не буду объяснять. Я просто попытаемся разобраться в сути. То есть здесь, знаете, как бы суть истинно, она как всегда в деталях. Давайте пытаться разбираться. Во-первых, я говорю, что мы, как всегда, вот к этому предельству большое у меня недоверие. Дмитрий Анатольевич мне вообще бы рекомендовал ему идти в отставку. Я не считаю, что можно нас куда-то привезти в то нужное русло и сформировать нормальное предельство. Во-первых, ее нужно было проводить, вот послушайте меня, 2002, 2003, 2004 год. По возрасту. Но сделать это более мягко. А мы упустили. Понимаете, 18-15 лет мы упустили. И болезнь, вот которую мы называли, вот эту, которая сегодня есть, она затянулась. И сегодня у нас просто в пенсионке онкология. Поэтому все побежали, все оттягивали, все затягивали. И это, я считаю, вот их прямая ошибка нынешнего правительства области, правительства федерального, которое находится там у власти последние 10-15 лет. Вот это ошибка. Сегодня это необходимость, то есть, которую, знаете, надо просто ехать дальше некуда. Или отрезать ногу, или мы дальше не пойдем. Это уже я как экономист говорю, сами затянули. Но с другой стороны, мне не нравится сам вот эта реализация опять. Назвали возраст, да, вроде бы. Я даже, может быть, согласился бы с возрастом, но как это все сделано дальше. Вот я как, ну, когда-то мы будем с вами пенсионерами, вот я вижу, что вот та часть, которая накопительная, да на знак никто не смотрит. Вот у меня недавно бухгалтер, вот буквально она, в следующий год, в феврале собиралась одна из бухгалтеров на пенсию. И она посчитала, я говорю, вот, а посчитай, пожалуйста, мне, вот если бы я, например, сейчас выходил, при моих вот этих, она все эти коэффициенты собрала. И вы знаете, какая ситуация? Вот обычный бухгалтер, или я когда там плачу огромные налоги, у меня разница в, у него где-то получалось 10 с копеечками нынешняя пенсия, а у меня, несмотря на то, что я там плачу, ну, там, в сотни раз больше налогов, у меня всего на 1700 рублей больше. То есть, получалось, где-то я буду получать 12 100. И какой смысл, я сам, честно говоря, не надеюсь на нашу пенсию, давно уже понимаю это. 12 100. А вот та накопительная часть, та накопительная часть, которая, она, как бы, ну, вот, существует, она несправедлива. Давайте дадим возможность людям, реальным пенсионерам, кто может там получать зарплату 50, там, 100 тысяч, ну, например, может, там, 20-30 тысяч они будут в накопительную часть, но чтобы она потом не разворовывалась, понимаете, или бездарно тратилась очередным правительством страны. Вот эта часть, она до сих пор отсутствует. И я теперь понимаю возмущение, как людей, с одной стороны, которые резко, их, знаете, там, отодвинули по возрасту, мне понятно. В то же время, я, с одной стороны, понимаю правительство, что им просто плыть дальше некуда. Но в то же время, та часть структурная, разложите нам все, ее нет. Я это вижу очевидно. Депутаты областного законодательного собрания на минувшей неделе проголосовали за пенсионную реформу, которая была предложена правительством, мотивируя свое такое единое голосование, как всегда, тем, что еще можно вносить предложения. Какие бы предложения вы внесли? Вот, ну, во-первых, ее надо откладывать и пересматривать. Там вообще структура не проработана. Вот, знаете, финансовая часть, о которой большинство людей не видят. И то, как это будет исполняться. Мы принимаем документ, который будет там работать с перспективой, ну, 10, 15, 25, 30 лет. На какой срок откладывать и прорабатывать? Я не знаю. Ее просто пока эти программы структуры... До осени успеем проработать? Ну, если взяться, то, конечно, можно и за месяц, за два, за три сделать. Но пока нет структуры. То есть могут, собственно говоря, справиться. Хочу сказать, что депутаты ОЗС приняли. Но вот логика проста. Давайте не будем наивными людьми. Кто предложил? Дмитрий Анатольевич Медведев. Он одновременно и представитель правительства, и одновременно возглавляет партию «Единая Россия». В партии «Единая Россия» у нас большинство в Государственной Думе подавляющее, в ОЗС и в Городской Думе. У них партийная дисциплина. И вы верили, что кто-то чего-то где-то будет? Такой цирк принятия. Вот я наблюдал очень внимательно за ОЗС. Как люди голосовали за эту. Большинство единороссов — это хозяйственные руководители. Это которые тянут, притом областные, сельскохозяйственные предприятия, производственные. Которые тянут вот этот хомут всего остального, и которые непосредственно общаются с людьми на местах. Они понимают, что она непродуманна, несправедлива. Но то, как они себя повели... Ну, я вот считаю, что там большинство депутатов просто не мужчины, понимаете? Мужчина — тот человек, который умеет свободно мыслить и, самое главное, отстаивает. А не могли себя повести по-другому? А я бы просто встал или... Нет, я, будучи даже в «Единой России», я бы проголосовал против. Что я и делал, когда был во фракции «Единой России» в предыдущем созыве. И что не нравилось, например, там, предыдущему руководству. С какой скоростью, вы думаете, эта реформа пенсионная будет принята, и будут ли в ней действительно изменения, или все-таки пройдет предложенная правительство? Вы знаете, тут надо сказать, что, конечно, наше правительство федерально, оно изощренно, оно во время чемпионата, все продумано, все сделано, все тонко. Ну, тут можно было бы поаплодировать, и я понимаю ее необходимость. Понимаете, вот уже дальше... Примут осенью или нет? Будут там существенные изменения? Вот то, что примут, нам деваться некуда. Раз, вот о существенных изменениях, это зависит в том числе от нашей с вами позиции. Вот то, что нам предлагают, просто тупо возраст, это неправильно. Должна вообще система поменяться, появится структура. То есть, мало того, как на Западе... Так поменяют или нет? Я не знаю. Или примут правительство, не говоря. Хотите сказать, все зависит от принципиальности депутатов «Единой России» на всех уровнях. На всех уровнях? Все. На всех уровнях. Все понятно. Депутаты, потому что они большинство, они несут моральную ответственность. От депутатов «Единой России» они свое слово сказали, а депутаты от КПРФ, депутаты от ЛДПР категорически не согласны с этой реформой. От «Справедливой России» тоже самое против. И от «Справедливой России» тоже самое. Как вы считаете, в достаточной ли степени, здесь уже наши интересы, интересы СМИ хочу учесть, потому что очень часто, когда идет обсуждение, к сожалению, жители города и области, они заняты чем-то другим. В данном случае, вот они заняты, многие из них заняты чемпионатом мира, другие заняты работой на дачах и не смотрят телевизор вообще. Лето же, в самый разгар сельхозсезона. А тут принимается вот такая реформа. А дальше, когда все это случается, люди говорят, мы не знали. Я могу сказать по очень близким, незнакомым людям, учителям, которые, услышав впервые эту новость, реально вот рыдали в истерике, потому что понимали, что с их пенсиями специальными, заранее они выходят, теперь швах. И они считали, что действительно теперь автоматически на 8 лет единоразово будет продлен вот этот период работы в образовательных учреждениях. Так вот, информационная работа с нами, с народом о предстоящих изменениях, как она ведется, как вы считаете? Ну вот это, знаете, вот это... Или ее лучше вообще никак не вести? Нет, я с вами согласен, Света, этому нужно было идеологически готовить вообще любое повышение налогов, там еще что-то. Ну там 2-3-4-5 лет. А нам, не понимаете, нам просто дали по морде. Еще раз в очередной показали, что действующая федеральная власть, вот это, в частности, правительство Дмитрия Анатольевича Медведева, ну просто не уважают людей. У меня думают, что все проскочит, понимаете, нас считают за быдло, и это очевидно. Нас даже не готовят. Окей, на уровне региона, на уровне города. Ну на уровне региона, ну я думаю, что, знаете, у нас вот вятские люди, я люблю, мы добрые, хорошие, но нам бы нужно поактивнее, понимаете, попринципиальнее. Вот мужиков принципиальных, на кухне много я их называю, знаете, вот политическими, кухонными политиками. Они все такие, особенно когда выпьют там это, это, это. Но когда дело доходит до реальных дел, мужики, а может вы начнете принципиальность проявлять. Первое, вот чего я говорю всем жителям, вы можете жить как мещане, там, в своих домах, там, в своих семьях, в решениях, но ходите раз в пять лет на выборы в городскую думу и в ОЗС. И голосуйте за людей, которые будут принципиально отстаивать. Нам не нужны какие-то идеологические здесь политические вещи. Вы сходили в этом году, 18 марта, проголосовали и получили. Во-первых, пришли 20% всего лишь, 20, такого никогда не было, до этого было там 38%. Это пассивность, но, к сожалению, другого-то ничего нет. Я понимаю, что не верят, там, ругают и так далее, но приходите, потому что вот куча нормальных людей, которые не смогли попасть в городскую думу. Такие, как Виталик Брам, там еще ряд людей, которые, депутатов там, они... Окей, Виталику Браму, привет. Алексей этот, Кузьминых, например. Да, и у Алексея Кузьминых, видимо, все-таки большие политические перспективы. А прошли какие-то, знаете, такие послушные, которым пофиг, которые даже, знаете, на комитеты не ходят, ни на рабочие группы, никуда. Кто такой, например, есть у нас? Ну, вы знаете, большинство это единая Россия, которые пришли по партийным спискам, знаете, ходят и даже или просто не ходят. Вот, понимаете, вот... Переверемся на полторы минуты, у нас реклама и продолжим про городское хозяйство. Особое мнение на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». Здесь в эфире Светлана Занько. И свое особое мнение высказывает Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. Возвращаемся к городскому хозяйству. Илья Вячеславович Шульгин запланировал, я цитирую, резкий поворот от деградации территории к их развитию. И дал дирекции зеленого хозяйства и ДДХ неделю на разработку комплексной программы озеленения города. При этом, говорит Шульгин, программа должна включать в себя и мероприятия по структурированию территорий. Владимир Вениаминович, и это должны сделать люди, которые годами таких программ не писывали про структурирование и озеленение, не исполняли и не собирались, судя по всему, исполнять. Нет. Вот как же так? Еще Шульгин к этому сказал, что программа должна формироваться не по принципу «все равно денег не дадут». А я сколько здесь работаю на этой радиостанции, только я это и слышу. Денег нет. Мы бедные. Денег нет. 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 А по принципу проработки каждого мероприятия, говорит Шульгин, детальных расчетов и обоснования всех планируемых расходов. Поверить невозможно. Вы верите, что за неделю такое возможно? Нет. Конечно, они не сделают это. Почему? Вы правильно назвали причины. Проблема наших чиновников. Они вообще ничего не делают. Они пофигисты. Причина? Да с них никто никогда не спрашивал. Но мне нравится подход Ильи Вячеславовича Шульгина. И зная его, он занимает принципиальную позицию, он добьется. Но к чему это придет? То, о чем мы ему говорили. Чтобы сегодня в городе что-то звенуть, нужно все основные направления поменять людей. Потому что они годами сидели. В лучшем случае они бездельничали. В худшем они занимались коррупцией. Вот это причина. И сегодня нужно поменять. Вот я бы вообще всех поменял. Всех замов. Все полностью почистил. Потому что эти люди, которые не способны создавать проекты, просчитывать их, ну и, соответственно, двигаться в этом направлении. Вот. Причина понятна. Не сделают за неделю? Эти не сделают, но... А что с ними сделать Шульгин в таком случае? Для него это будет причиной отставки этих людей и замены другими. Единственное, что хотелось бы... У нас не все кировские люди вот такие неумехи. Просто до этого была такая кадровая работа. Сами бездельники были возглавляли и толком не умели работать. Может быть и хотели где-то там в отдаленном своих мыслях, но не умели. Знаете, да. Хочет, но не может. И поэтому нужно привести новых людей, которых у нас достаточно. На Вятке очень много талантливых людей как раз вот в управлении. Есть такие. Их просто не замечают. Тащить с разных других регионов полностью там 100% ну это неправильно. Там, я понимаю, 5-10%. Но остальных нужно искать на месте. Окей. Хорошо. А здесь еще обсуждалось, кроме зеленого хозяйства и структурирования территорий, в последние месяцы обсуждалось еще и генплан города, который должен быть присмотрен, и транспортная схема. На обсуждение, которое общественников, я так понимаю, не позвали. Нет, на самом деле и то, и то обсуждалось. Я хочу сказать, что генплан нам нужен к 2020 году. И мы уже запланировали 14 миллионов в бюджете. Считаю, что это маленькая сумма. Единственное, что не нравится, и мы, Илья Вячеславович, что-то высказывались, и он это слышит, что мы нам в прошлый, по-моему, 2002-2003 году делали генплан нижегородцев. Слушайте, у нас нормальные проектировщики, которые могут сделать, и они знают детали, нюансы. Понимаете? Что такое проектирование? Это детали. И те нижегородцы, понимаете, разделали, и потом мы за каждой ерундой обращались к ним по телефону. Какой смысл? Есть кировские проектировщики, которые знают местные условия. Если у Ильи Вячеславовича есть сомнения по поводу того, что наши там не знают всех последних тенденций, да есть отдельные люди, которые знают, и давайте соберем несколько наших проектных институтов, два, три, четыре, создадим пул и дадим работу своим людям. Что сливать все на сторону? Тем более, вот я убеждаюсь, мы покупаем программные продукты. Там вот из последнего. Купили за 10 миллионов в Москве. Люди пришли конкретно и сказали, слушайте, это ерунда, вот наш проект, мы готовы его за миллион предоставить. А это связано с экологией и как раз с мусорсборкой. Это территориальная схема, что ли? Нет, это как раз программа, которая может обсчитывать, анализировать и так далее, да, по территориальной схеме. Программный продукт, то есть который, ну, который интернет-софт. Вот и все. Местная скальда, мы за миллион сделали. Мало того, он на несколько голов выше, и мы выиграли конкурсы там, 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 там. Там были на субподряде на таких уровнях, там, в Сочи на олимпийском вот этой стройке. Их просто не знают. Проблема нынешней команды, наверное, самый главный, Вячеславович, что он не знает местных людей и не слушает. Или сказали, что отгородились, что, ребята, у вас все жулики, вы болото. Да просто это была кадровая политика, я знаю, кто виноват в этой кадровой политике. В том числе это идет вот из старых подходов. А есть много мужиков, которые не просто на том же уровне, они еще лучше знают территорию. Мало того, они эту любят землю. И после окончания работы там на месте главы администрации, они останутся работать здесь. Они уедут обратно домой или в другой регион. Это очень важная работа. Это вы сейчас про Киров-Гипрозем говорили? Я хочу сказать, что, во-первых, Киров-Гипрозем он выигрывал конкурсы, и в том числе по мусорным заводам. Они там бронзовую медаль заняли, их никто не привлекает. По генплану они могут сделать. Есть Гор-Кировот проект, есть там Граждан проект. Этот один пул можно создать на базе у нашего авиатского технического университета, у Пугача. Собирается по мусору какие-то, но их никто не слышит. Чиновники не слышат, они же давно экспертны свои вещи. И вот тот коллапс, который с мусором собрался, они еще трясли 6 лет назад. Но власти, наши министры, просто их не слышат. Сегодня Киров-Гипрозем четко говорит, ребята, я могу создать современный генплан, поучаствовать и сделать его. Мало того, и усовершенствовать, и скажу, что на уровне не хуже, чем в регионах. А что по факту происходит еще раз? А почему-то сейчас вот Ирина Васильевна Рубцова тащит нижегородцев опять. Ну, Илья Вячеславович, он пока не определился с этим вопросом, он соглашается с моими словами, что да, Владимир Ильич, потому что потом ведь генплан это рабочий инструмент, нужно каждый день. А что, по каждому ездить в Нижний Новгород? А проще ли вызвать здесь местных доработать? Так они готовы потом, например, какой-то проект мыть, это живой инструмент, генплан. Можно дорабатывать и так далее, прямо здесь, на месте. А какие-то вопросы, это бы даже без денег решать. А там нижнегородцы скажут, ребята, вы заплатили, мы генплан сделали. Любая, любая консультация, любое еще что-то, давайте платите деньги. Это естественный процесс. Мало того, глава администрации обязана создавать рабочие места, при том, проектирование это интеллектуальный труд. Извините меня, мы должны создавать здесь. Или получается, как бы вот перефразируя родителей, то есть мы будем резать чужих детей, а на своих собственных плюнем? Это неправильная позиция. Я всегда буду за то, чтобы мы лоббировали интересы местных бизнесменов, производителей и так далее. Вот и все. Это нормальная политика. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, в студии нашей радиостанции. Это его особое мнение, вы слушаете. Компания «Макси» ищет в Кирове участки для строительства новых магазинов, сообщают наши коллеги с портала «Бизнес-новости». Компания «Макси» для справки строит большой продуктовый гипермаркет на перекрестке улиц Московская и Солнечного проезда. Ну, там кирпичный еще перекресток. Бывшая, кстати, база спецавтохозяйства, которая мусором занималась. Да, да. Мы видим, как идет строительство, хорошо все видно, забор, куча песка есть, вырубленная поросль на люльчинке тоже видна. Оказалось, это нам коллеги сообщают, что в планах компании открыть еще двух-трех продовольственных гипермаркетов у нас, а также нескольких супермаркетов. У меня только один вопрос пока что. Что будет с местными сетями? Потому что, когда заходили «Пятерочка» и «Магнит», очень много об этом говорили, о том, как будут существовать магазины у дома. А потом пришли еще «Брестоль» или «Черное» и «Белое», или «Красно-белое», я уже не помню. Вот. Теперь «Макси» заходит с гипермаркетами. Выживут ли местные сети и местные магазины у дома? Ну вот, давайте вернемся. Вот когда несколько лет назад «Магнит» и «Пятерочка» заходили к нам, давайте посмотрим, как прорегировали Татарстан и Нижегородская область. Они сказали, ребята, первый год вы должны 25% продуктов там, не только продуктов питания, но и всех продуктов нижегородских. А это когда эти компании заходили в Нижний Новгород и в Татарстан? А через 4 года, вот я знаю, что в Нижегородской они сказали, что вообще должно быть до 75%. На что там руководители «Пятерочки» и «Магнита» сказали руководителям губернии Нижегородской. Ребята, у вас нет таких производителей? Он говорит, а вы своих партеров затаскиваете. Если это шампунь нет в Нижнем Новгороде, пусть открывает филиал производственный здесь. То есть таким образом это и есть экономическая политика власти. И у них это произошло. Как на сегодняшний момент, я не знаю, но когда приезжаешь в Нижний Новгород, я вижу там куча товаров местных. Мало того, вот в Татарстане такая же ситуация. Вот я как производитель там, например, продуктов питания, мы много раз пытались зайти и в Нижний Новгород, и в Пермь, и в Татарстан. Наши ниже, качественная молочка. Но нас-то не пускают открыто. Там идет лоббирование. Да, оно незаконно в федеральном уровне, но оно существует. А к нам идут все, кому не лень. И вот этой политики, к сожалению, от чиновников не такого уровня, а не высокого. Они должны лоббировать интересы. А к чему это вы призываете? К незаконным действиям, что ли? Почему? Это вопрос, во-первых, договоренности добровольных. Вот смотрите. И Лукоил, там, движение нефтепродукт, пятерочка магнит. Вот скажите, в каких больших социальных проектах, я говорю, сообразным их доходов и оборотов они участвуют? В Кировской области? Да. Ну, я знаю, первый проект Лукоила, в прошлом году они договорились по подъему дендропарка. И даже деньги перечислили сразу же. Но пока что там движение нет. Сразу вопрос, о каких суммах идет речь? О миллионе. Миллион рублей. Слушайте, ну это смешно, это маленькая компания может дать. А я говорю, вот они должны были взять, это переговорный процесс, финансирование футбольного клуба «Динамо» и «Родины». Например, «Родину» хоккейный клуб мы отдали Лукоилу, движение «Нефтепродукт» взяло футбольный клуб «Динамо». Бюджет футбольного клуба «Динамо» 20-25 миллионов рублей, бюджет «Родины», если она остается в высшей лиге, там 150 миллионов. Если она играет на лигу ниже, там, ну, будет, может быть, 50-70 миллионов рублей. И бросить на эти клубы, это будет способствовать развитию территории. Погодите, но спорт в некоторой степени, это двигает регион, понимаете? Почему в других... Эти два клуба двигают регион? Ну, мы взяли только спорт, я хочу сказать... И 200 миллионов туда, ба-бах! Ну, во-первых, ни своих денег, ни бюджетных. И мы не собираемся там сокращать налоги для этих компаний. Это переговорный путь. Давайте вернемся к компании «Макси», пожалуйста. У нас остается две минуты. Ну, я хочу сказать, компании «Максима» обязательно поднимем вопрос по... Там, говорят, в проекте, они должны были за свой счет благоустроить в бетон Люльчинку речку. Мы это проверим и вынесем обязательно на рабочей группе в июле. Там деревья даже какие-то рассчитывали. Да-да-да, парковую зону, там чуть ли даже не скамеечки. Судя по тому, что пишут коллеги, «Макси» теперь делает круглые глаза и говорит, что нет, такого не было. Правда, городская администрация подтверждает. Ирина Васильевна Рубцова, архитектор, подтверждает это. Давайте мы разберемся с этими вопросами. Я считаю, что власть должна требовать. Ничего страшного. Что случится, возвращаясь к моему первому вопросу относительно захода компании «Макси» продуктового гиганта, что случится с нашими сетями местными и местными магазинами? Вы знаете, как должна вести власть? Во-первых, и по закону, и так. Мы должны ровно ко всем сетям, раз в данном случае, ровно в данном. Но требовать со всех сетей, чтобы кировские производители, как продуктовых, промтоварных товаров присутствовали. С продуктами мы поняли. Промтоварные такие же у нас и промтовары. Нет, я спрашиваю конкретно про местные магазины. Что с ними случится с приходом вот такого большого еще продавца? Вы знаете, эта проблема глобальная. Знаете, как она решается в Германии? Я стою за такой подход. Они выживут или нет? Погодите, если мы на уровне муниципалитета примем закон, который позволял бы большие сети работать до 60 часов, а маленькие магазины до 22, вопрос решается. Это в Германии, в Европе есть, в Польше, в Болгарии. Понятное предложение. Давайте примем такое решение. Все сети крупные работают до 18 часов. Мало того, мы за счет этого можем регулировать. Ребята, если вы будете так работать до 18 часов, красное, белое, оно торгует однозначно алкоголь, табак. Оно травит нас. Нет. Теперь уже продают, позиционируются как магазин у дома и начинают продавать хлеб, яйца. Погодите, а где не поддерживают, например, какой-то, может быть, детский спорт? Я не знаю. Где не заниматься? Так вот это власть требовать должна, понимаете? Если бизнес, он по своей, заточен так, если с него не требует, так он и налоги платить не будет. А это позиция власти. То есть, во-первых, резюмируем, время заканчивается. Местным сетям дать возможность работать в то время, когда они работают большие федеральные сети. Нет, не местным, маленьким магазинчикам, маленьким, мелкому бизнесу. Это в основном местные, да. А на глобус, как бы, вот они пускай, как все федеральные сети. Ну, я считаю, да. Так, хорошо. Во-вторых, наложить печать социальной ответственности на большие торговые и ритейлеровые сети, неважно, продукты или нет, чтобы они какие-то проекты поддерживали в регионе. Конечно, при том, глобальные. Глобальные, важные и дорогостоящие. Большие, 100, 200, 300 миллионов. Больше надо взять, побольше. Я, кстати, хочу сказать, вот как раз сеть-то глобус, она социально более ответственная. Мало того, и в ней больше всего местных продуктов, замечательных, хороших. Они знают местную ситуацию. Так, это была программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывал депутат Городской думы Владимир Журавлёв. Меня зовут Светлана Занько. Всем хорошего дня. До свидания. Особое мнение на 101FM Светлана Занько. Светлана Занько. Светлана Занько.